Специалисты отмечают, клопов вывести сложно, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Они знают, как бороться с насекомыми, применяют для этого специальные препараты и обладают определенными навыками. Казачьи игры для современных школьников. Кадеты из Чувашии и Мариэл в эти дни соревнуются за звание лучших. Вместо сборки и разборки оружия – мастер-классы по владению шашкой, вместо спортивных эстафет – джигитовка. Эти испытания для детей устраивают представители местной общины на импровизированную казачью заставу. Сегодня заглянули мои коллеги. В масках и камуфляже вместо шашки в их руках автоматы с краской. Вот они, современные казаки. Они не проливают кровь в боях, честь своей команды ребята отстаивают на поле для игры в пейнтбол. Лидеры на этих соревнованиях определились сразу. Марийские школьники два раза подряд захватывали заветный флаг. Но впереди главная битва – полуфинал. Казаки вместе с капитаном планируют наступление. Или просто бегу на правом к флагу. Но надо, чтобы прикрывали сразу же. Открывали угол. На этих сборах все по-военному. Подъемы и отбой по расписанию. Круглые сутки лагеря храняют те же казаки. Часовой серафим приказы атамана исполняет идеально. На территорию он отказывается пускать даже нашу съемочную группу. Говорит, что не положено. Лагерь кадетов неизвестные лица пытались захватить в первую же ночь. Такое испытание для молодых казаков устроили командиры. Нападающим ребята попытались дать отпор. Хотя силы были и неравны. В схватку школьники проиграли. В этом бою мы проиграли, потому что не ожидали. В наш лагерь пробрались. Выключили прожекты. Зашли в штаб. То есть хозяйничали. Мы не уследили, не увидели. Кадетские классы с казачьим уклоном впервые собрались вместе на столь продолжительных полевых соревнованиях. Казаки с опытом обучают молодых в военной науке. Настоящее мастерство порубить на две части пластиковую бутылку с водой. Когда в руках зажата острая шашка, возможно и не такое. Необходимо лишь отработать удар. Обучают кадетов в верховой езде. В седле многие из них не сидели никогда. После такого урока школьники становятся полноправными казаками. Это движение в Чувашии набирает популярность. Миссия общины – воспитать из ребят настоящих защитников. Хотя по нраву это дело и девчонкам. Девчачьи всякие. Это мне вообще не подходит, я как поняла. И поступать я буду в военное училище в Нижнем Новгороде. Казачьи объединяются. Казаков очень много сейчас по России. Также сейчас вот от западных границ до Тихого океана казаки везде. Везде общественные организации. Есть реестровые казаки, которые стоят на службе. Со скрипом, но это все идет, 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 идет. И служат казаки в армии, есть уже казачьи части. На этих соревнованиях кадеты сражаются за призовые места. Испытания сродни армейской подготовке. Те, кто выдержит и наберет больше всех баллов, уедет домой в звании абсолютного чемпиона. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Это диверсант.